Главный редактор The Insider Роман Доброхотов присоединяется к нашему эфиру. Роман Александрович, приветствуем. Добрый вечер. Доброй ночи. Как вы считаете, много ли таких Адель Ривьер по Европе разбросано? Я думаю, что несколько десятков, потому что мы уже видим, что это на самом деле модус операнди у российских ГРУ. Это немножко отличается от того, как работает служба внешней разведки. У них вообще возможно под сотню таких людей, но в СВР это действительно глубокое погружение. Это люди, которые изначально, с детства, возможно, уже живут в какой-то стране. И там это поставлено на поток, и это очень сложная работа. Здесь чуть-чуть проще все делается. Есть какие-то люди с двойным гражданством изначально, у которых, например, кто-то из родителей иностранец. Их чаще всего используют. И мы видим несколько таких примеров буквально сейчас развиваются. Но в данном случае они решили прямо с нуля создать иностранку. Это гораздо более рискованно. Они хотели пропустить ее через латиноамериканский, через Латинскую Америку получить реальный документ. Это провалилось из-за их собственной глупости, потому что, конечно, надо было быть идиотами, чтобы не посмотреть, когда они давали документы и обозначили там свидетельство о рождении, о крещении церковь. Они просто не посмотрели, когда эта церковь была создана, что она была на 10 лет позже появилась, чем указано в документе. Ну то есть из-за дурацких ошибок у них это все провалилось. Они все равно запустили ее в Европу с этим именем, несмотря на то, что она была засвечена, как мы нашли в открытом доступе документ латиноамериканский, о том, что ее личность фальшива. Ну то есть было много допущено дурацких ошибок, но меня поразило не это, а то, что годами, получается, под 10 лет западная спецслужба, у них перед носом была вот эта женщина с вымышленной легендой, с очень дурацкой причем, или неправдоподобной легендой, и она спокойно, можно сказать, ногой дверь открывала в базу НАТО, то есть ходила там на всякие мероприятия, там балы, вечера и прочее, тусовалась с офицерами, с сотрудниками, с военными. То есть если действительно это все так просто, то, конечно, немножко страшно за безопасность западных стран. Разве что на Луну было не написано, что она русская шпионка, она же даже, у нее был иностранный паспорт российский, с которым она летала или ездила на поезде регулярно в Россию, там каждый год буквально, да? И ну вот как можно было это приглядеть? То есть вот это меня действительно поразило. А скажите, Роман, известно ли что-то о том, какую информацию она могла получать? Ну одно дело ходить там на какие-то приемы, или даже их устраивать, с кем-то общаться в своей ювелирной, в своем ювелирном магазине, который у нее был. А другое дело реально получать информацию. Об этом кто-то из собеседников ваших говорил, что известно? Ну это сложно очень понять, поскольку, естественно, она никогда бы никому не рассказала, если что-то получила, кроме своего начальства. Но настораживает то, что один из ее друзей был официальным фотографом НАТО, который, мы же не знаем, что именно фотографировал на этой базе, но что-то фотографировал, если он был фотографом, да? То есть и понятно, что если она там тусовалась, в том числе у него дома, я могу себе представить, что там украсть какую-то флешку или что-то с фотографиями с базой, это всегда очень интересно. И просто люди с высоким уровнем допуска, они, конечно, нам сейчас в интервью говорят, что она такого ничего от нас не узнала и так далее, но понятно, что они, во-первых, вряд ли все будут рассказывать, во-вторых, помнят ли они все темы, о которых она с ними говорила. Но мы знаем точно, что она пыталась всегда выйти на какие-то политические связи, контакты, узнать максимум возможного. Она же не только в Италии, там рядом с базой НАТО общалась с людьми, она в Лондоне общалась с журналисткой, просил ее познакомить со всякими политиками, с лордами и так далее. Ну то есть она пыталась получить максимум, что именно из этого утекло. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли там были какие-то суперсекреты. Просто я думаю, они были бы во многом так расслаблены, потому что вряд ли там были какие-то чертежи военных ракет на этих базах, которые она могла утащить. Но просто сам факт того, что можно быть настолько внедренной и на протяжении десятилетий, и никто не обратит внимания, если даже такие, как она, получают столько информации, то сколько информации получают люди, которые действительно много инвестируют в том, чтобы по-настоящему внедряться. И я думаю, что там тогда они могут и среди военных быть, и где угодно. Роман, в вашем расследовании речь идет о том, что эта шпионка покинула Европу еще несколько лет назад, когда была первая утечка информации, тоже благодаря вашим же расследованиям. И вот, оказавшись в Москве, она продолжила вести роскошный образ жизни, купила машины, квартиры. Одну квартиру купила, вторую получила государственную. А можете рассказать, как сложилась ее судьба далее, чем она занимается, и источник доходов ее? Это государство, Минобороны столько денег платят шпионам своим? Ну, источник это государство, да. Но эта карьера на самом деле довольно типичная. Мы видели, отследили порядка, наверное, минимум 10 сотрудников ГРУ, которые вынуждены были уйти на пенсию после наших расследований. У нас же там, можно сказать, оптом мы их всех поувольняли, когда спалили их номера паспортов ГРУшных и их реальной личности. После этого, естественно, они в Европу ездить не могут. Соответственно, их всех перевели на какие-то государственные должности. Многие очень уехали в регионе, то есть Аделла здесь скорее исключение. Но они все трудоустроенные. Я бы не сказал, что они получают очень большие деньги. Квартира у нее действительно элитная и роскошная, но она ее получила бесплатно. То есть это, я так понимаю, какая-то государственная программа. Так что сама она по себе не выглядит какой-то супербогатой. Но я думаю, хоть соцпакет, конечно, у нее теперь до конца жизни есть. Соцпакет, вы говорите. Роман Александрович, скажите, пожалуйста, сейчас немного такой офф-топик по конкретно Колубовой, да. Баширов и Петров. Об их судьбе что-то известно? Ну, понятное дело, что они сейчас пропали с поля зрения, но наверняка же они где-то сейчас есть. Ну, последний раз, когда мы за ними наблюдали, они, во-первых, были живы, а во-вторых, мы не знаем точно, работают ли они по-прежнему каким-то образом на контору. Но я так понимаю, что, скорее всего, они вместе с остальными членами 29155 в этой войсковой части, они не служат больше. Хотя мы знаем несколько исключений, скажем, ну, во-первых, сам Иверьянов, естественно, работает, это их начальник, а во-вторых, Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, один из отравителей тоже, один из отравителей Скрипалей, он просто не ездил в Солсбери, он управлял операцией из Лондона. Вот мы видели, что он продолжает ездить на Хорошевское шоссе. Так что я думаю, что мы сделаем потом отдельное расследование именно по судьбам ГРУшников, чем они сейчас занимаются. Это немножко тяжело просто, потому что они меняют, естественно, все свои мобильные телефоны, это надо, получается, заново все устанавливать. Так что у нас это не было приоритетом, мы стараемся все-таки узнать о действующих, а не предыдущих. Но нам так часто вопросы поступают именно о дальнейшей судьбе, что рано или поздно просто придется этим заняться и все-таки выяснить, где они сейчас. Вот вы сказали, Аверьянов, начальник разоблаченных вами шпионов, он продолжает работать даже после всего, что вы раскопали? Его не увольняют, его не садят за провал этих операций, за то, что он не смог законспирировать агентов, в которых вкладывали миллионы годами? Да, он продолжает активно работать, мы видим, что у него работ становится больше, в том числе, кстати, из-за нападения на Украину, но и операции другие в Европе. Эта войсковая часть делает, они сейчас подготовили более молодое поколение граушников, подготовили к внедрению, надеясь, что мы их не увидим, поскольку у них будут уже другие модус операнди, другие номера паспортов, и что мы их не увидим. Мы, конечно, все равно все увидели, но сам факт в том, что они собираются продолжать эти операции. Кстати, вот относительно недавно мы видели несколько странных пожаров на военных складах в западноевропейских странах. У меня есть серьезное подозрение, что это тоже та же войсковая часть ГРУ. Так что, да, они работают, вот эти провалы, во-первых, кстати, случай с Аделой, скорее они рассматривали это как не провал. Да, она уехала, когда мы опубликовали номер паспорта, но она не была до последнего момента раскрыта, и как бы не была арестована. Я думаю, что они это считают своим успехом, скорее. А что касается там Баширова Петрова и прочее, там действительно провалов было очень много, но в путинской системе провал и неэффективность, они считаются проблемой. Вот если там кто-то перешел на другую сторону, и там вот предательство, вот это очень большой грех. А то, что неэффективно, а где у нас что-то в России эффективно? У нас все так работают. Если так всех увольнять, мы за неэффективность, вообще никого не останется. Иван Александрович, спасибо большое за Ваш комментарий. Пожелаем новых неуспехов российским шпионам. И будем внимательно следить за развитием событий. Спасибо большое. Спасибо.